Манчегорск достоин звания город трудовой доблести. За это большинством проголосовали за депутаты Мурманской областной думы. Вопрос стоял первым в повестке дня сегодняшнего заседания. Инициативу администрации Манчегорска о присвоении муниципалитету почетного звания город трудовой доблести сначала поддержали горожане и ученые Российской академии наук. Теперь свое одобрительное слово сказали областные депутаты. Я хочу сказать огромную благодарность всем своим коллегам-депутатам. Манчегорской администрацией была действительно проведена большая работа в архивах, было поднято очень много документов. Хочу сказать спасибо манчегорцам, потому что действительно за короткий период было собрано огромное количество подписей. У меня вот здесь еще тоже пакет подписей, которые нужно сегодня передать именно за присвоение Манчегорску этого почетного звания. Обсуждали и вопросы медицины. Один из них – выделение в отдельное лечебное учреждение медицинского центра «Белая роза», который помогает выявлять онкопатологии у женщин. Это достаточно хорошее движение. Почему? Потому что это позволит «Белой розе» определять самой свою деятельность на ближайшие годы. А вы знаете прекрасно, сейчас где-то около 6 тысяч женщин в год проходит там обследование. Этого, скажем так, маловато для нашего региона. Освоение Российской Арктики сегодня невозможно без развития Северного морского пути. Является одной из важнейших стратегических задач. Мы уверенно связываем с Мурманском будущее Северного морского пути. О ключевых темах взаимодействия компании и региона рассказал депутатам вице-президент Норникеля Андрей Грачев. Среди тем – экология, модернизация производства, поддержка социально-экономического развития. Мы убедились в лишний раз в том, что Мурманская область – это тот субъект федерации, где созданы все необходимые условия для ведения бизнеса. Как мы знаем, бизнес голосует ногами и идет туда, где созданы такие условия, где нет протекционизма, где фактически созданы равные условия для всех компаний. Именно поэтому стали возможны и подписания таких долгосрочных программ и договоров между компанией и губернатором Мурманской области, касающихся социально-экономического развития. Наше сотрудничество с Мурманской областью идет по восходящей, благодаря той команде, которая в настоящее время руководит областью. Мы знаем, что компания «Норникель» и ее дочка Кольска Генка – это надежный партнер Мурманской области, который решает все вопросы в развитии экономики области, в развитии, как бы является основным, так сказать, пополнителем нашего доходного кошелька бюджета Мурманской области. Много работают в социальной сфере, на всех городах, где они присутствуют, и Мочегорск, и Никель, и Заполярный. У нас так впервые работали в Думе представители таких крупных компаний. Я думаю, что работа эта будет идти, так сказать, в хорошем направлении. Тем более завтра заседание правительства будет проходить о развитии, социально-экономическом развитии Печенского района в Никеле. Представитель «Норникеля» и председатель Мурманской областной думы договорились, что такие февральские встречи станут ежегодными.